Привет! Ко мне на тест недавно попали два интересных операционных усилителя от компании Burson Audio Supreme Sound 2.5i. Помимо того, что Burson делает достаточно известные настольные усилители для наушников, очень мощные, очень неплохие, они также делают дискретные операционные усилители, то есть такие с 8 ножками устройства, которые вставляются вместо обычных операционников, но поскольку они сделаны дискретных элементов, они предлагают лучший звук. Их предыдущие модели V4 и V5 достаточно популярны были, но они очень велики и далеко не во всю технику их можно установить. Поэтому недавно Burson представили очень интересные V5i, маленькие компактные операционные усилители, которые в принципе намного лучше подходят для апгрейда разнообразных техники. Я получил, они есть одинарные двойные для замены соответствующих усилителей, у них на сайте вы можете посмотреть таблицу соответствия, где что можно заменить и собственно практически без проблем они заменяются в большинстве случаев. Я получил два двойных на тест и сейчас хочу поделиться своими впечатлениями. Непосредственно установка этих операционных усилителей в Audinst достаточно простая, вам понадобятся две отвертки, шестиугольник номер 2 шестиугольная и филипсовская отвертка номер один. Раскручиваем аккуратненько винтик на ручке регулировки громкости и снимаем ее шестиугольником, после этого откручиваем четыре шестиугольных винта, вернее с шестигранными отверстиями здесь, снимаем переднюю панель и после этого остается только филипсовской отверточкой выкрутить вот здесь вот сзади один винтик, который сверху держит гнезда, после этого вынимаем плату. Тут расположены два Muses 8920, которые Audinst установили, их нужно извлечь. Извлекать очень рекомендую с помощью специального инструментика для удаления чипов, потому что иначе очень большой риск повредить ножки у микросхемок, они очень мягкие, очень гибкие, оценговые патроны здесь очень хорошо их держат. После извлечения можно устанавливать операционники вот эти вот V5i, внимательно смотрим на выступы на гнездах и на нижних частях и собственно разместив правильные ключи, аккуратненько вставляем их и надавливаем, очень-очень плавно и осторожно. После этого они садятся сюда как родные. В общем-то на этом все, сделать это аккуратно очень несложно, поэтому справиться не тяжело. По звуку это дает очень хороший апгрейд, особенно вот скажем вот этот Audinst HotDX это просто кандидатура номер один, наверное, для подобной операции. Во-первых, Audinst по доброте душевной распаяли внутри гнезда для операционных усилителей, ну а во-вторых, в общем-то, у них очень хорошо реализованный ЦАП в компактном корпусе, который по звуку можно улучшать. То есть основная его проблема в том, что он был слегка такой недостаточно энергичный на низких частотах и тяготеющий к свету, к яркости, светлости и слишком нейтральности. В общем-то это многим не нравилось. И вот как раз эти операционники от Burson это исправляют, то есть после замены бас становится глубже, более массивный, более текстурный и улучшает в общем-то заметно. Средние частоты чуть-чуть более эмоциональны, хотя в общем-то они становятся менее сухими и чуть более эмоциональными. И верхние частоты тоже чуть-чуть подравниваются, они становятся чуть менее яркими. Может быть это потому, что добавляются низкие частоты, балансируется это. Я, в принципе, скептичен насчет подобных апгрейдов. Обычно это требует тот длительного тщательного сравнения, но это в данном случае, в общем-то, это слышно даже по памяти, эффект оказывает заметный, поскольку, в принципе, звук меняется достаточно ощутимо. Также, в принципе, я попробовал эти операционники с саундроид валук, но там их нельзя вставить в sound player, поскольку там они не влезают по габаритам, поскольку у V5 чуть-чуть выступающие края. Поэтому пришлось использовать такой длинный переходник, то есть послушать подополучилось, но, в общем-то, использовать их в прототипе этот плеер невозможно. Также я попробовал эти операционные усилители с X2 и X105 и тоже, в общем-то, они получают заметный прирост в качестве звука. Бас становится чуть более собранным, более благородным, то есть менее размазанным, менее гудящим, чуть меньше акцентированным, то есть подбирается бас немножко. Средние частоты особо не меняются, верхние частоты, к сожалению, не корректируются, видимо, это не связано с операционными усилителями, нужна какая-то более глубокая модификация. В общем, подводя итоги всего этого, V5i очень интересные гибридные операционные усилители, которые позволяют проапгрейдить звук во многих усилителях и ЦАПах среднего диапазона. Не думаю, что в топовых устройствах это стоит делать, поскольку там все абсолютно продумано. Но вот, если у вас есть что-то из среднего ценового диапазона, типа вот этого, типа того же HDX, и вы хотите попробовать что-то новое, то V5i это будет очень удачный, очень хороший для вас вариант. Спасибо за внимание.